Субтитры создавал DimaTorzok 8 лет назад появилась наша семья и я вышла замуж за замечательного человека Этот человек ASMR Box Лёша, многие из вас уже знакомы с ним? Я расскажу вам в этом видео про 5 самых романтичных свиданий, которые у нас были Это моя версия, может быть ему запомнились какие-то другие Итак, первое свидание Очень на меня произвело впечатление свидания Когда мы с ним только начали встречаться и решили пойти на пикник Мои родители живут в пригороде И мы сначала сошли к ним в гости И после этого пошли погулять по окрестностям Я сделала термос с горячим чаем Взяла всякие сладости Вот, мы взяли плед Для того, чтобы посидеть и разложить еду И всё жло хорошо, пока не начался дождь В общем, в итоге этим пледом мы прятались От дождя укрывались И это было очень романтично Мне очень запомнилась эта прогулка И этот пикник Ещё в тот день я узнала, что Рёша вообще не любит мёд Мёд это единственный продукт, который он не переносит И я тогда ещё не знала этого И в чай я положила мёд И он героически пил этот чай Потому что стеснялся сказать девушке, что не любят мёд Переживала, что не понравится Второе свидание, которое мне очень-очень запомнилось Это было свидание на крыше Однажды на Лёшин день рождения Я устроила подарок-поступок Я договорилась с организаторами В нашем городе есть несколько компаний Которые организовывают такие свидания И мы пришли к такому многоэтажному дому Поднялись на верхний этаж Там нас встретил человек Который провёл на крыше И на крыше нас ждал столик Накрытый, красиво засервированный На столике были суши, роллы, всякие вкусняшки Вот, и это было очень романтично Я помню, Лёша тогда исполнялась, ну, наверное, 25 или 24 года Вот, и он был очень удивлён Мы смотрели на красивый закат над городом Вот, наслаждались вечером И смотрели, как постепенно солнце опускается И весь город погружается в такую вот облачную дымку Очень красиво Я запомнила это Ещё мне очень-очень запомнилась Сирената под балконом Лёша Очень романтичный человек И когда у нас была свадьба Одно из заданий на выкупе невесты было Спеть сиренату Я на тот момент не знала, какую песню он выберет Но он выбрал очень красивую песню Половинка И оставила мне половинку себя Вот, и он спел эту песню Я вышла на балкончик второго этажа И я ощутила себя настоящей принцессой Вы знаете, как рыцари своим прекрасным дамам Заверживают какие-то героические подвиги Вот это было что-то вроде подвига Потому что в наши дни не так много романтичных людей Которые готовы совершать что-то красивое Действительно романтичное Ради тех, кого любят Но, к счастью, мне повезло Устретить именно такого человека Ещё одно свидание, которое мне очень запомнилось Это катание на квадроциклах Это был подарок мне на день рождения Это оказалось даже проще Намного проще Вот Но интуитивно понятно Плюс там был инструктор Который нас направлял Подсказывал, объяснял В общем, хорошо было то, что Лёша заранее предупредил Что нужно надевать одежду Которую не жалко запачкать Это меня очень удивило Это была интрига Куда же мы едем И почему мы будем чем-то вымазываться Вот А потом я поняла Для чего это было Потому что мой день рождения 7 апреля И в тот день С утра был такой дождик Морозило И было достаточно Ну, скажем так, слякотно Когда мы катались Летела грязь из-под колёс И в итоге мы были полностью запрысканы грязью Но это было приятное ощущение Это было очень романтично Очень запоминающееся событие И ещё одно свидание Которое я никогда не забуду Это свидание в кончарной мастерской Это была тоже Лёшина инициатива Он привёл меня К такому многоэтажному дому Я подумала, что это будет свидание на крыше Потому что Ну, всё ушло к тому А потом мы заходим на первом этаже В какую-то мастерскую Я не обратила внимания, какую И Лёша говорит Ну вот, мы пришли Я думаю, странно Почему мы не поднимаемся на самый верх? Он говорит Нет, здесь кончарная мастерская И сегодня мы вместе с тобой будем Лепить что-то красивое Из глины Такое вот у нас романтичное свидание Вот И для меня был это новый опыт Что-то интересное Что я ещё не пробовала до этого И мне очень понравилось Мы вылепили такую вот красивую кружку или чашку А вот сверху вылепили такое вот сердце Потом дома раскрасили красный цвет Вот такое запоминающееся было мероприятие Ну плюс инструктор нам рассказал очень много интересного Про само кончарное мастерство Про кончарный круг И мне очень запомнилось это свидание И на память осталось такое красивое изделие Я очень люблю фотографии Я очень люблю фотографироваться Фотосессии Стараюсь каждое событие запечатлеть на фотографиях И вот распечатываю памятные фотографии Самые интересные снимки Я оформляю красивые фотоальбомы для своего архива И недавно я пересматривала фотоальбомы Как раз нашей свадьбы Которая была 8 лет назад Я понимаю, что прошло 8 лет Такой достаточно большой срок И для меня кажется, что пролетело как будто бы один день То есть, ну, я не ощущаю времени Вот, и я понимаю, что раз за такое время Ну, ничего не изменилось Не изменились отношения Хочется создавать что-то интересное вместе Хочется радовать человека, удивлять Создавать вместе что-то новое Я понимаю, что единственное, что я могу сделать Это поблагодарить судьбу Что однажды она подарила мне такого человека Такую встречу судьбоносную И да, я верю в любовь с первого взгляда Потому что когда мы познакомились с Лёшей в маршрутке Ну, это была та самая искорка Тот самый знак, который я поняла Так, это твой шанс Не упусти его И я очень рада, что так вот произошло в моей жизни Я желаю каждому Тем, у кого уже есть отношения Беречь свою половинку Стараться находить общий язык Проявлять какую-то гибкость Иметь что-то совместное, что вас бы объединяло И в то же время желаю тем, кто ещё не встретил свою половинку Не встретил свою девушку Или не нашла своего мужчину идеального Чтобы эта встреча присажила Чтобы вы очутили, что вот это твой человек И сделали тот самый первый шаг О котором многие потом говорят Ой, я бы стеснялась и упустила Вот, чтобы у вас не было стеснения И вы видели и сделали Потому что, ну, возможно, именно это тот самый человек Который сможет сделать вас счастливым И сможет изменить вашу жизнь И лет через 8, или 10, или 15 Вы проснётесь и поймёте Я счастлив, и я сейчас именно такой, какой я есть Благодаря этому человеку Своей половинки Кстати, многие говорят, что Вот, не бывает половинок Каждый целостный Каждый личность Но я, в принципе, согласна с тем Что нужно оставаться личностью Нужно, ну, как Не стерять себя в отношениях Но в то же время Вот, каждый человек Это как пазл Когда ты подходишь своим пазлом К другому И складываешься В такую вот Красивую картинку В красивую пару То, значит, половинки сошлись И стали единым целым Вот Я желаю, чтобы У каждой половинки Была своя половинка И Они складывались в красивую Единую картину Всем любви Всем добра И Лёша Я тебя люблю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok